МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На ОКТОБИСКОМ Канале Время новостей. В студии Татьяна Фомина. И вот главная тема выпуска. Газификация за речной частью города продолжается. В одних домовладениях газ уже есть, в других скоро будет. Какой объем работы уже выполнен и что еще предстоит сделать, рассказывают специалисты. Чтобы знали и чтобы помнили, ветеран труда, почетный житель района Иван Алябьев делится историей своей жизни, на которую выпала война. Этот год для ветерана юбилейный, он отпраздновал свое 90-летие. Зимы ждала, ждала природа, снег выпал. Но ненадолго. Синоптики обещают сырую и пасмурную неделю. Оптимисты находят плюсы и в этом. Говорят, что осадки делают воздух чище, и это полезно для здоровья. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции на территории региона неизменен. Вот уже несколько дней составляет 1,03. В областном Минздраве сообщают, что за минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 146 человек. В инфекционных госпиталях находится около 900 пациентов. Из них 57 лечения получают на базе Ахтубинской районной больницы. Эпидемиологическую ситуацию сегодня обсудили на заседании районного штаба по противодействию распространения коронавируса. И об этом в сюжете Анны Фадиной. Об усилении контроля за соблюдением масочного режима, составлении протоколов административных правонарушений за несоблюдение правил, установленных Роспотребнадзором, говорили участники совещания. О том, какова обстановка с COVID-19 на сегодняшний день, сообщил главврач района. На сегодняшний день, на 23 ноября, количество лиц с подтвержденным диагнозом заболевания COVID-19, находящихся на стационарном лечении в ковидном госпитале, составляет 58 человек. Все это взрослые лица. Амбулаторно у нас на сегодняшний день находится на лечении и наблюдении 623 человека. Из них взрослые 598 и 25 человек – это дети. Всего в стационаре в инфекционном отделении с диагнозом пневмонии ОРВИ всего на лечении 62 человека. Из них 24 – это ОРВИ, все это взрослые лица. И пневмонии 38 – все это тоже взрослые лица. С ОРВИ амбулаторно на лечении находится 528 человек и детей – 253. На амбулаторном лечении сделана пневмония, взрослых – 64 и один ребенок. Все они протекают в легкой форме, в стационарном лечении они не нуждаются. И всего количество лиц, которые были в контакте с COVID-19 – 257 человек. Количество пациентов в ковидном госпитале уменьшилось, но, по словам главврача, отчасти это происходит не по причине снижения заболеваемости, а вследствие изменений в правилах выписки выздоравливающих пациентов. Теперь это возможно уже не после двух, а после одного отрицательного теста на COVID-19. Вопрос нехватки медикаментов и то, какие меры принимаются для его решения, также обсудили в ходе заседания. Наряду с вопросом обеспечивания лекарствами граждан, находящихся на амбулаторном лечении. По медикаментам у нас проблемы, на складах нет медикаментов. Мы закупаем в еженедельном режиме, у нас приходит в том количестве, которое есть на складах. Проблемы с антибиотиками, проблемы с противовирусными препаратами – это две основные позиции, с которыми проблемы. Сейчас даже мы… А по медикаментам, которые именно коронавирусные? По коронавирусам медикаменты у нас запасы есть. Есть запасы, да? Да. Фаренкравир, вот этот вот, вот эти вот медикаменты, которые непосредственно используются при коронавирусе, они у нас были закуплены еще осенью. Потребность, которая нам необходима и прогнозима потребность, мы все это подали. Вот, исходя из того, что сколько у нас наблюдалось, сколько возможных прогнозов, сколько будет пациентов, как бы мы все потребность дали, сейчас ждем медикаменты. Сами медикаменты будут выдаваться непосредственно медработникам. Речь шла и о компьютерном томографе. Медики надеются до конца года решить вопрос с оборудованием. На этой неделе должен состояться аукцион и определиться подрядчик. Пока медики используют рентгеновский аппарат и прибегают к помощи телемедицины. Все, кто находится на когидном госпитале, у нас консультируются по лечению с главным штатным анестезиологом и пульмонологом. Кроме этого, в Москве есть ресинанс-центр, который тоже при коммунарке, по тактике единения пациента, мы тоже консультируем. О том, что касается аппаратов ИВЛ и распространенной в интернете информации о перебоях кислородного обеспечения, также говорилось в ходе заседания штаба. У нас перебоев и не было. Вот я всем присутствующим говорю, что таких перебоев, что 4 часа, час-два, таком нет. Задержка есть при смене баллонов от 10 до 15 минут. Не менее важный вопрос нехватки инсулиносодержащих препаратов был подробно освещен в ходе заседания. Да, пришла определенная часть, но все равно остается напряженка с некоторыми видами инсулинов. Но пришли аналоги не нашего производства российского, а именно тоже зарубежного производства. Эти аналоги, в принципе, дозы, кому необходимы, предложили эти аналоги. Пациенты многие с этим согласились. Сейчас составляется новая заявка на 2020 год, уже на 2021 год. Уже мы будем смотреть точечно с каждым пациентом работать, внимательно смотреть их выписки, которые они приехали с ассоциационарным лечением, галатасы, там из других регионов. Будем высчитывать эту дозировку, каждому пациенту все это объяснять. И будем делать заявку на 2021 год, сколько им нужно инсулинов в конкретное количество. Что касается общих показателей заболеваемости коронавирусом на сегодняшний день, ситуация продолжает оставаться напряженной. Из подтвержденных случаев летального исхода за весь период от COVID-19 составляет 21 человек. По-прежнему остаются острые проблемы доставки тел на вскрытие. Что касается кислорода, вы слышали, у нас обеспеченность есть, есть договоренность с ГЛИЦ, которые нам помогают очень здорово в этом плане. Поэтому, пользуясь случаем, большая благодарность руководству ГЛИЦ. Все текущие моменты, которые случаются, ну это естественно текущие моменты, могут быть какие-то недостатки, все там люди. Что касается, вот видели, по медперсоналу, тоже область помогает в том плане, что вот сейчас 5 человек прислал ординатор, который будет заниматься в COVID-госпитале и оказывать там помощь. Вот поэтому в этом плане хочется еще раз обратиться к населению. Самый большой процент заражаемости – это именно дыхательные пути. И поэтому просьба всем соблюдать масочный режим. Анна Фадина, Анатолий Калинкин, Сергей Николаев, Ахтубинск ТВ. К другим темам. Газификация заречной части Ахтубинска идет полным ходом. И голубая мечта о голубом топливе у жителей сбывается. В настоящее время работы ведутся в рамках исполнения муниципального контракта на строительство пяти этапов газопровода. О том, какой объем работ уже выполнен и что в заречии происходит сегодня, узнаем у Ксении Масловой. Самая долгожданная для жителей заречной части города строительство – самая масштабная стройка. И все это о прокладке газопровода. В настоящий момент работы по этапам газификации номер 1, 2, 4, 9 и 11 продолжаются. Уже сейчас осуществлен монтаж 18 километров газопровода из 34, а это хоть чуть-чуть, но больше половины. Параллельно с этим процессом у нас идет монтаж ГРПШ, что вы наблюдаете в текущий момент. Также установка цокольных водов с частным домолодением и подземных шаровых кранов. При наступлении благопонятных погодных условий у нас продолжится процесс по покраске цоколей. Также информируем жителей, что работы будут продолжаться и также на зимний период времени. И как в текущем году, так и будет в 2021 году, что весной, уже по стечению зимнего периода времени, у нас будет осуществлена планировка территории. То есть по всем тем участкам, где мы сейчас строим газопровод, будут проведены работы по выравниванию соответствующего природного ландшафта, чтобы жители не переживали, не волновались и потерпели такие соответствующие вынужденные неудобства. Для того, чтобы проложить газовые сети, нужна спецмашина – роторный траншейный экскаватор. Он копает траншею, в которую рабочие укладывают полиэтиленовые газовые трубы. В тех местах, где прокопать траншею для труб невозможно, например, во дворах и на огородах, прокладываются стальные наружные линии газопровода. Подчеркнем, на территории нашего города действуют две монтажные организации по монтажу внутриквартирного газового оборудования – «Новигаз» и индивидуальный предприниматель Мирошниченко, которые имеют все необходимые разрешительные документы, специализированное оборудование и обученный персонал для данного вида деятельности. Однако каждый житель может выбрать абсолютно любую организацию для монтажа газового оборудования. Отметим также, что в нынешнем году произошли и некоторые сложности, связанные с задержкой по пуску газа на этапе номер 6 и номер 7, который был целиком смонтирован уже в мае текущего года. Пока газа у нас в этой системе нет, поскольку документы находятся на согласовании в «Газпроме». И только после утверждения документации «Газпромом» и «Ростехнадзором» газ будет пущен в систему. Но информируем, убеждаем, успокаиваем граждан, что газ в любом случае в системе будет, поскольку запровод уже целиком и полностью построен. Но вместе с тем у нас порядка 10 домов, которые газа не дождались по этим этапам, но оштвили демонтаж уже своей действующей системы отопления. Сломали печи и отключились от централизованного отопления. Поэтому пока они сейчас едят без старой системы отопления и без газа. Однако по действующим тех условиям, которые выдает «Газпром», там написано очень четко о том, что любой житель не имеет права демонтировать старую систему отопления до пуска газа. Поэтому обращаемся с просьбой, убедительной просьбой ко всем жителям, которые уже в будущее будут делать монтаж газового оборудования в своей квартире, в своем доме, жилом, не осуществляя демонтаж существующей своей системы отопления, либо печки, либо котла электрического, до того момента, пока не будет пущен газ в их дом. Завершит газификацию строительство последнего, 14-го этапа. Он включает в себя строительство газорегуляторного блочного пункта, который будет обеспечивать голубым топливом все 13 этапов. Отметим, на его возведение необходимо 15 миллионов рублей. Ориентировочно газификация завершится в 2021 году. И тогда ахтубинцам, проживающим в заречной части города, станет чуточку проще жить. Ксения Маслова, Татьяна Дубинина, Сергей Николаев. Ахтубинск ТВ. Для ветерана труда, почетного жителя Ахтубинского района Ивана Ивановича Алябьева, 2020 год дважды юбилейный. Он встретил 75-летие Великой Победы и отметил свое 90-летие. За плечами не просто долгая, но трудная и по-своему интересная жизнь, о которой Иван Алябьев рассказал нашей съемочной группе, поделился также советами, как сберечь здоровье и быть счастливым. Победой кончилась война, те годы позади. Горят медали, ордена у многих на груди. Кто носит орден боевой за подвиги в бою, а я за подвиг трудовой в своем родном крае. За неделю до начала Великой Отечественной войны Ивану Алябьеву исполнилось 11 лет. Отец ушел на фронт и подросток в семье стал старшим. Жили они тогда в селе Солодовке Сталинградской области. Немецкие войска рвались к Волге, фронт с каждым днем становился ближе. В сельской школе вскоре образовался госпиталь. В двух километрах от Солодовки был аэродром, при котором в летной столовой стал работать Иван. Голод был. Мне повезло с одним мальчиком. Пригласили нас печки топить в одном из домов. Организовали столовую для летного состава. Пилили, кололи дрова и топили печки, на которых готовили. Привозили воду из реки на верблюде. У нас ни водопровода, ни электросвета, там ничего не было. Пригласили там работать в колхоз. Меня назначили учетчиком седо-вкусную бригаду. Это было лишь начало трудового пути. Причем дальше было все труднее и гораздо ответственнее. К 44-му году директор МТС меня приглашает и предлагает покрыть крышу железом. Вон, трудовая книжка. И первая запись, это 9 декабря 44-го года, я принят кровельщиком, специалистом. Вот эти морозы в то время 40-42 градуса на крыше, на мерзлом металле. Как я держался, я сейчас удивляюсь. После этого они мне предложили учетчиком на Токаро идти. Иван понимал, что обязательно нужно учиться. Особенно острый вопрос стал на железной дороге, где Алябьев проработал 46 лет. Начинал у токарного станка, и знание точных наук было необходимо. Я поступил, 18-я дистанция тогда была, в Путейце, в мастерские. Там станок стоял на улице, на нем рубили проволоку. Так вот я восстановил этот станок, токарный запустил его в ход. И я с четырьмя классами, меня назначили здесь, в заведующем мастерскими, в Ахтубе, в железной дороге. Но тогда было постановление правительства, чтобы помощники машинистов имели не менее семилетнего образования. Вот кто там пять заканчивал, все, пошли в седьмой класс, и все. А я получилось как? Получил цистерну бензина, объем, и я не могу высчитать объем цилиндров. Я пошел в пятый класс, пятый, шестой, седьмой. И в седьмом классе уже на пределе сил, а также работаю. И пошел потом в восьмой, девятый, и десятый я уже закончил в шестьдесят в первом году. Поехал, ты поступил в техникум, в автодорожный. 51 год, таков общий трудовой стаж Ивана Алябева. Казалось бы, теперь сиди и отдыхай. Однако и на пенсии ветерану нет покоя. Постоянно хлопочет за других, и у активного общественника многое получается. А как, вот эти вот бабушки, они вот обращаются, вот мне туда надо позвонить. Меня сейчас по телефону знают, Астрахань многие, пенсионный фонд тут ходил, много то же самое. Вот, и там меня знают хорошо, прихожу, вот, и в Собес я ходил. Помогать другим – это потребность. Это дает пожилому человеку силы жить дальше, радоваться жизни и просто быть счастливым. А что вам счастье приносит, Иван Иванович? Счастье – это каждый человек понимает по-своему на счастье. А счастье счастливое – я сейчас спокоен. Самое главное мне кажется сейчас, вот для такого возраста, это общение и спокойствие. Просто быть, я считаю, человеком. Журнал «ЗОЖ» в нем там написано «Здоровье – Божия награда. К ней каждый день хоть один шаг, но делать надо. Идти не можешь – ползи, ползи не можешь, карабкайся, но двигайся. Вот движение – это жизнь. Дети войны – граждане, родившиеся на территории СССР с 1928 по 1945 год. Относится к ним и Иван Иванович Алябьев. Предусмотрены для этой категории граждан некоторые льготы. Однако не льготы, а вот статус ребенка войны все-таки для этих граждан ценнее, намного весомее. Поговорим немного об этом с депутатом районного совета Еленой Семакиной. Здравствуйте, Елена Викторовна. Здравствуйте. Вот недавно в кинотеатре «Победа» проходило мероприятие, где в торжественной обстановке несколько граждан. Из категории «Детей войны» они получили свое удостоверение. И вот у нас зрители пишут нам такие комментарии, что почему чьи-то родители, бабушки, дедушки пока без такого удостоверения. Ну, хочется сказать, что я здесь не как депутат, наверное, районного совета, а я являюсь еще председателем общества «Дети войны». Общество это существует у нас в Ахтубинском районе с 2018 года, а вообще эта организация создана депутатами Государственной Думы от КПРФ в 2012 году. С этого момента стали такие общественные организации появляться в регионах и в Ахтубинском районе, в том числе и в Астраханской области. В этом году мы активно весной проводили перерегистрацию «Детей войны», потому что те списки, которые были у нас из САБЕСа, они были не совсем точные. Кто-то уже ушел из жизни, у кого-то неправильный телефон указан, у кого-то неправильный адрес указан. И мы занимались этим активно, дети войны приходили, регистрировались по телефону, их дети, родственники регистрировались в нашей общероссийской общественной организации, Ахтубинском отделении. И у нас появились, наконец-то, удостоверения «Детей войны». Это красная книжечка, в которой предусмотрена не только номер этого удостоверения, фамилия и отчество, но еще и фотография. Ну, как бы он больше статус имеет, да, это удостоверение. Но, к сожалению, вот эта ситуация эпидемиологическая, которая во всем мире и в Астраханской области, и в Ахтубинском районе, она помешала нашим дальнейшим встречам, нашим собраниям и, так сказать, вручениям этих удостоверений. И вот первое было назначено такое мероприятие на 5 ноября, но, к сожалению, 2 ноября вышло распоряжение опять губернатора о том, что жители нашей области, да, старше 65 лет, должны находиться в изоляции. Ну, в самоизоляции. То есть мы не стали, как бы, отменять это мероприятие, и были приглашены, ну, самые наши активные жители, в том числе из участников детей войны, которые принимают активную общественную жизнь, ведут. И, в общем-то, они, 10 человек были приглашены, и они пришли на это мероприятие. Всех собрать сразу невозможно, потому что это около 300 человек. Это по всему району. По всему району, в том числе и сельские жители. Ну, и вот эти вот ограничения, которые, к сожалению, продолжаются на данный период до 13 декабря, ну, не дают возможность, как бы, вручения вот этих удостоверений. Постепенно, если не будут такие ограничения продолжаться, по 10-15 человек мы будем этих людей приглашать, потому что у нас есть уже их телефон, у нас есть домашние адреса, куда мы можем прислать открытку. И постепенно вручать эти удостоверения. Ну, кстати, не все, да, сегодня могут, наверное, приходить на вручение. Я знаю, что вот после того мероприятия в кинотеатре «Победа» вы отправились также к тем людям, да, которые, ну, трудно сегодня уже передвигаться. Это вот и замечательная наша жительница, почетный гражданин района Антонина Александровна Луцкова, сестра ее. Когда ее приглашали, она заверила, что она придет. Но в день мероприятия она позвонила, что не может прийти, и, конечно, мы к ней пошли, и к ее сестре. Также мы вручили букеты от наших областных депутатов, которые приобрели букеты женщинам, детям войны, которые должны были на этих мероприятиях. Как себя чувствует Антонина Александровна, что она была рада, что вы пришли? Антонина Александровна, да, по предварительному звонку мы с ней встретились. Она подготовилась, она приготовила кучу конфет в ответ на то, что вот пришли ее, да, как всегда. То есть она угощает, она очень приветливая, да, она поговорила, мы с ней побеседовали, поговорили. Она, ну, рассказала о своей жизни, как она сейчас проживает. Она все-таки живет на пятом этаже, ей как бы тяжело ходить. И сказала о том, что она два месяца уже никуда не выходит, но ее родственники, ее близкие люди, они не оставляют ее, они их посещают. Иван Иванович Алябьев, он чуть помладше Антонины Александровны, да, но вот на этом мероприятии в кинотеатре он не был. Удостоверение ребенка войны он также получит? Удостоверение ребенка войны ему выписано, потому что его должны были пригласить на это мероприятие, но что-то там он либо не понял, либо не услышал, ну, уже возраст, как бы, допускаем это. То есть оно ему готово, оно лежит. И я думаю, что в ближайшее время, может быть, даже с вашей помощью, мы вручим ему это удостоверение, потому что оно уже готово. Фотография приклеена, печать стоит, номер присвоен. Хорошо. А что дальше, Елена Викторовна, будет? Вот эти удостоверения дети войны получат, как они могут пользоваться ими? В Астраханской области, к сожалению, нет статуса детей войны, хотя в 29 регионах нашей страны он принят. И каждый регион определяет какие-то льготы, ну, по его возможности, да. Когда мы собирались в марте, еще до вот этой эпидемиологической сложной ситуации, мы собирались писать письмо и губернатору от детей войны, и в Государственную Думу обращаться, и прибегнуть к помощи наших областных депутатов, для того, чтобы лоббировать вопрос о установлении статуса детей войны в Астраханской области. В общем-то, мы намерены продолжить эту работу, для того, чтобы в Астраханской области статус детей войны был установлен. Соответственно, отсюда будут какие-то льготы для них. Пока это просто красная книжечка, которая, ну, для них она очень важна. Греет сердце, греет душу. Да, для их сердца, да, потому что они, многие трудились в период войны, многие очень переживали этот период со своими родителями. Вот когда они приходят, когда они регистрируются, они очень интересно рассказывают, они очень хорошо помнят тот период. Детские впечатления у них в памяти остались очень ярко. И, конечно, хотелось бы, чтобы в нашей области был принят статус детей войны. Но это все зависит от нашей думы областной. Надеемся, что все-таки наша областная дума примет такой законный. Все дети войны будут официально носить этот статус. Да. Спасибо, Елена Викторовна, что были у нас сегодня в студии за информацию. Мы продолжаем нашу программу. Ранним субботним утром к селу Полога и Займище устремились десятки спортивных внедорожников. Это автомобилисты-экстремалы из Астрахани, Волгограда, Волжского и, конечно, Ахтубинска собрались на трофи-рейд в рамках четвертого этапа джип-турнира «Битва на Волге». Подробности у Владислава Лихваря. В Займище у берега Подстепки на месте сбора уже были почти все участники. Первыми, конечно, приехали организаторы автоклуба «Кочевник», а следом и гости из Волгограда одного из самых известных клубов-внедорожников России – «Сталинград Трофи». Скажем сразу, эти парни с Ахтубинскими джиперами «Кочевника» уже давно подружились, знают не только друг друга, но и их технику, слабые и сильные места, на что способны в тех или иных условиях. На часах 9.25, построение, мороз усилился, утром было минус 3, а к моменту начала турнира резко похолодало до минус 8. Организаторы провели обязательный инструктаж. В этом году на осенний беспредел приехало очень много машин. В основном это город Волгоград, Ахтубинск, даже с Астрахани экипаж к нам пришел за 300 километров. Самая погодка, думаю, нас не подведет, сегодня пойдет снежок. Количество машин приблизительно такое же, как и было до этого, на этом же поле 3 года назад. Ну что еще? Точки будут интересные, но посмотрим, кто доедет, кто не доедет. Будем надеяться, что приедут все машинки, все экипажи и будут бороться за призовые места. И поехали. Да нет, скорее понеслись. Дороги в займище села Пологое, конечно, есть и нередко использовались спортсменами. Но организаторы так расставили ориентиры, что найти их рядом с дорогой было не совсем просто. Все вешки стояли в ериках, озерах, в супернеудобьях, в зарослях куги, камыша, другой высокой озерной растительности. Нивы, УАЗы, другие внедорожники российского автоснаба понеслись по займщу, как у горелый. О итогах трофи-рейда по ориентированию у нас пойдет речь в полной версии программы. А сейчас скажем главное. Этот турнир владельцы автоклубов «Кочевники» и «Сталинград-Трофи» посвятили разгрому немецко-фашистской группировки под Сталинградом в 1943 году, который длился 76 дней и ночей. А начался 19 ноября 1942 года. В этот день россияне отмечают теперь День артиллерии. Операция «Уран» началась с неожиданного обстрела тысяч пушек «Катюш» с левого берега Волги по укрепленным позициям фашистов. В конце февраля члены автоклуба «Сталинград-Трофи» совместно с автоклубом «Кочевник» и еще несколькими клубами проведут рейд памяти. Проедут колонной по линии фронта, которую занимали советские войска, на заключительной операции «Кольцо». Владислав Лихварь, Татьяна Дубинина, Ахтубинск ТВ. Ахтубинцы поздравляют друг друга с первым снегом. Приближающаяся зима дала о себе знать. Правда, пока еще робко. Снежным покровом Ахтубинск укрыт будет недолго, согласно прогнозам синоптиков. Завтра потеплеет до плюс трех. К вечеру ожидаются осадки, скорее всего, в виде дождя. В любом случае воздух будет чист и свеж, дышите глубже. Хорошей рабочей недели и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok